Пять телеграмм по-шотландски. В Эдинбурге стартовал крупнейший в мире фестиваль искусств. Что предусматривает так называемая неформальная часть программы, знают мои коллеги. Ежегодно в течение трех августовских недель в столице Шотландии проходит самый масштабный фестиваль искусств в мире. Его открытие это отдельное красочное событие. В этом году 15 тысяч зрителей собрались перед зданием Ашархол, чтобы посмотреть представление. Из-за огромного скопления людей властям пришлось перекрыть движение по улице, где проходило действо. Посмотреть действительно было на что. Известная студия театрального дизайна представила новое шоу, которое называется «Пять телеграмм». Это совместная работа с композитором Анной Мередит. В течение 25 минут зрители могли наблюдать за движением неоновых огней под музыку. Эти световые проекции кажутся огромными абстрактными вспышками, но они следуют музыке и точно отображают ее. Эдинбургский фестиваль – это общее название. Программа предусматривает и так называемую неформальную часть. Она появилась благодаря театральным трупам, которые выступали на улицах города. Фестиваль был основан в 1947 году, сразу после Второй мировой войны. Это был наш ей ответ. Таким образом, мы хотели снова объединить Европу. Эдинбургский фестиваль уникален. Здесь одновременно представлены театральное, оперное, танцевальное и музыкальное искусство. Проводятся концерты классической, оркестровой, камерной и вокальной музыки. Директор фестиваля лично высылает приглашение коллективам. 2018 признан в Шотландии годом молодежи. Так что вы увидите молодежь и на сцене, и среди участников, и среди зрителей. Это отличный шанс узнать, каким молодое поколение видит этот фестиваль и к чему приведет его руководство. Ольга Теребинская, Оксана Гашева, подробности, телеканал Интер.